МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сила и слабость третьего поколения. Про культовый японский кроссовер. Дыши, живи. Эпизод второй. Про технику, делающую воздух в доме чище и здоровее. В пух или в шерсть. Про современное ретро в моде. Вдохните. Многие мечтают об универсальной машине, чтобы и по бездорожью, и по асфальту, и в мир, и в мир, в общем. Насколько я знаю, такими качествами обладают кроссоверы. Поэтому они такие популярные. Про одну из таких машин мы поговорим в нашем следующем сюжете. Каждый автовладелец мечтает передвигаться по дорогам и направлениям без каких-либо сложностей. Но иметь полноценный серьезный внедорожник в условиях города не всегда удобно и достаточно накладно. И именно поэтому когда-то был создан ныне очень популярный класс автомобилей – городские кроссоверы. На сегодняшний день от количества предложений голова идет кругом. Немцы, японцы, американцы, корейцы, китайцы. Почти у всех производителей есть в модельном ряду максимально удобный для городской эксплуатации автомобиль. Мы же поговорим сегодня только об одном представителе данного класса. Расскажем о его плюсах и минусах и поговорим о том, на что нужно обращать внимание при покупке. Речь идет о Хонде ЦРВ. Машина очень популярна на вторичном рынке и многие стремятся приобрести именно ее. Японский вседорожник за долгие годы выпуска доказал, что даже не самое правильное и своевременное обслуживание не способно его загубить. Автомобиль невероятно надежен и неприхотлив. И это главная причина популярности и ликвидности Хонды ЦРВ на российском рынке. Добавьте сюда достаточно современный дизайн, вместительный салон, резвые моторы и вы получите практически идеальный кроссовер. Обратной стороной медали являются цены на эти поддержанные автомобили. К примеру, ЦРВ 2008 года в максимальной комплектации и в очень хорошем состоянии стоят под 900 тысяч в Новосибирске. Такие цены держатся уже три года. В третьем поколении Хонда выпускалась с 2007 по 2012 год. В 2010 претерпела рестайлинг. Ее освежили внешность за счет изменения дизайна радиаторной решетки, литых дисков и переднего бампера. В России предлагалось два варианта бензиновых двигателей. 2,24 литра мощностью 150 и 166 лошадиных сил соответственно. В коробке передач шестиступенчатая механика или пятиступенчатый классический автомат. Привод подключаемый полный. Существовало несколько комплектаций. Обшивку салона можно было выбрать из трех вариантов. Обычная ткань, алькантара в паре с кожей, либо полностью кожаный салон. Так на что же обратить внимание при покупке японца? Давайте по порядку пробежимся по болячкам этой модели. Двигатели. Оба достаточно надежны, но на базовом моторе внимание стоит обратить на помпу. Первые признаки ее неработоспособности – холодный воздух из печки и свист ремня. Если ваш выбор пал на более мощный двигатель, то обратите внимание на состояние ремня генератора и приводных ремней. Сами они и работа по их замене стоят недорого, но если предыдущий владелец за этим не следил, есть риск нарваться на дорогостоящий ремонт при обрыве этих самых ремней. Коробки передач. Механика очень надежна, да и автомат неплох. Но если предыдущий владелец пренебрегал заменой масла в нем, то коробка будет пинаться. Это первый признак ближайшего дорогостоящего ремонта. Ходовая часть у ЦРВ предназначена для хороших асфальтовых дорог. Если машина эксплуатируется часто на проселке, то задняя подвеска проседает и колеса встают домиком. Причина – слабые пружины. Эта проблема влечет за собой уменьшение дорожного просвета и повышенный износ задних покрышек. Обращайте внимание на пыльники и сайленблоки в подвеске. Замена последних – не самое дешевое занятие на Хонде. Кузов у ЦРВ крепкий, хоть и сделан из тонкого металла. Кстати, если вы нашли автомобиль, у которого окрашена только крышка багажника, то, вероятнее всего, это никак не связано с ДТП. В первые годы выпуска во время гарантийного периода у Хонды появлялась коррозия на пятой двери, и этот недочет устранялся за счет производителя. Такое встречается на каждой второй ЦРВ. Если открываете багажник в дождливую погоду, будьте осторожны – вода скапливается в наружной обшивке и попадает точно за шиворот. Вот такой конструктивный просчет. Правейший передний бампер на дорестайлинговых версиях – тоже конструктивный недостаток, который крайне редко связан с участием машины в аварии. Что же касается рулевого управления, то оно заявит о себе к 150-170 тысячам пробега. Примерно столько набегали машины 2007-2008 годов выпуска. Обращайте на это внимание. На двухлитровых экземплярах – электрорейка. На машинах с мотором 2,4 литра – гидроусилитель руля. Второй считается более надежным. Электрика у машины проста и редко выходит из строя. Муфта подключения полного привода также редко барахлит, так как нечасто задействована в работе. Несмотря на то, что Хонда СРВ – очень надежный автомобиль, не рекомендовал бы выбирать среди дешевых предложений на рынке. С экономленной на покупке деньги вы потратите на восстановление проблемных узлов и агрегатов, при этом будет потрачено драгоценное время. Добавьте немного, и качественный кроссовер прослужит вам не один год. Поддержанные автомобили с гарантией в РДМ «Импорт». Ежедневные поступления машин, обмен по среднерыночной цене, кредитование от 20 банков. 200 авто в наличии, гарантия на важнейшие узлы и агрегаты на юридическую частоту. Новосибирск, Фрунзу 61-2, ежедневно с 10 до 19.00. Ну что, как вам сюжет? Ну, мне понравилось. Я, по крайней мере, для себя узнал что-то новое. И когда захочу все-таки поменять свою машину, ну, буду же знать, на что обращать внимание и, по крайней мере, к кому обратиться. Машина – это, конечно, очень хорошо, но, проезжая по городу, она поднимает существующую на дорогах пыль. Чего уж говорить, экология в городах оставляет желать лучшего. Кроме пыли, еще в воздухе накапливаются бактерии, тяжелый смог и неприятные запахи. Более того, все это потом попадает в наши квартиры. Как с этим справиться, смотрим сюжет. Как бы тщательно мы не убирали дома, терли, мыли, пылесосили – это напасть. Так просто не сдается. Пыль попадает в наши дома, пыль оседает на нашей одежде, на мебели, пыль попадает в наши легкие. Я не согласен с этим мириться. Не только комнатный воздух нуждается в очистке от пыли, микроскопических клещей, запахов. И свежий уличный воздух порой не так свеж. Загазованности пыль проникают в наше жилье через окна и щели. Все это может привести к болезни верхних дыхательных путей, аллергии. Возможно ли это исправить? Итак, мы с вами в том самом месте, где все знают о борьбе с пылью, о чистом воздухе и о нашем с вами здоровье и здоровых легких. В борьбе за чистый воздух к нам на помощь приходят приборы – очистители воздуха. Бывают они внутренние и наружные, бывают пластинчатые и со сменными фильтрами. Про тонкости их эксплуатации нам расскажет специалист. Денис, все, что я знаю, перед нами – очиститель воздуха. В чем его принцип работы? Идея в том, что воздух, проходя через специальные пластины, которые есть в этом устройстве, под действием так называемого ионного ветра, проходит через них и разлагается на ионы. В итоге воздух становится таким, как после грозы он бывает приятным. Вот запах этот, да, свежесть. Да, это именно оно. А кроме того, вот эти вот ионы прилипают ко всем частичкам, которые есть в воздухе. Эти частички, вместо того, чтобы быть в воздухе, осаждаются на стенах, полу, диване, в общем, в воздухе. Их нет. Частички пыли. Их гораздо меньше становится в воздухе, просто потому, что они ионизируются вот таким устройством. Поэтому частота проведения влажной уборки, особенно в месте установки прибора, увеличивается. Основной плюс такого ионизатора в том, что он достойно выполняет свою главную функцию, очищает воздух и при этом не требует дополнительных расходных материалов. Все очень просто. Если человек даже такой далекий от техники, каким я являюсь, захочет очистить очищающие поверхности, он очень просто может это сделать. Достав эти пластинки, протереть, промыть под краном и также очень просто обратно поместить и закрыть. Пластинчатые воздухоочистители и ионизаторы бывают разных видов и размеров. Если сравнить предыдущий вариант с этим, то, в общем-то, визуально все понятно. У него больше площадь пластин. Кроме того, воздух дополнительно прогоняется вентилятором. Особенностью этих обоих аппаратов является наличие ультрафиолетовой лампы. Оно есть далеко не во всех ионизаторах, но конкретно здесь и здесь оно есть. Таким образом, воздух будет не только ионизированным, но еще и обеззараженным. Обеззараженный еще. В чем минусы? Минус прибора в том, что он фактически не делает больше ничего, кроме того, что очищает воздух. То есть ни чая заварить, ни... Да, к интернету через него подключиться тоже будет непросто. Ко всем ионизаторам в полной мере относится принцип «слишком хорошо – тоже плохо». Использовать их в постоянном режиме не следует. Помимо полезных аэроионов, ионизаторы образуют озон – газокислитель, который может накапливаться в закрытом помещении и тем самым наносить вред здоровью. Следующий тип очистителя воздуха – классический, со сменными фильтрами. Воздух проходит сквозь несколько фильтров. В первую очередь, это фильтр грубой очистки, который захватывает на себя очень крупную пыль, шерсть животных. Тополинный пух. Если залетит. А дальше видим мы комбинированный фильтр, который, ну, в данном случае он новый, нераспакованный. Состоит он из так называемого хепа-фильтра, то есть фильтра, задерживающего мельчайшие частицы. С обратной стороны мы видим угольный фильтр. Этот фильтр берет на себя запахи. А ультрафиолет, ионизация? В данном случае этого нет. Из дополнительных функций могу сказать, что у него есть аромокапсула. Если мы хотим, чтобы в квартире пахло не только озоном и чистым воздухом, мы можем капнуть сюда, на губку, в этом замечательном аппарате, каким-нибудь ароматическим маслом. А сейчас познакомимся с совершенно фантастическим вариантом. Это, я так понимаю, уже космический аппарат, да? К тому близко. Система приточной вентиляции. Она же бризер. Устройство, имеющее две основных главных титульных функции. Во-первых, это устройство, которое может с улицы засасывать воздух, прогонять его через каскад фильтров и тем самым насыщать помещение свежим, теплым, очищенным воздухом. То есть для того, чтобы этот аппарат в полную мощь работал и показал себя во всей красе, нам необходимо уже отверстие в стене какое-то. Именно так. 12-сантиметровое отверстие. Сверлится под вот это вот прижимное кольцо. И когда мы вешаем аппарат на стену, нет никаких сквозняков. То есть просто оно плотно прижимается к стене. Аппарат способен сам определять, насколько пыльный воздух и включать либо выключать себя, причем на разных режимах. То есть в автономной работе аппарат, скажем так, понял, что воздух в комнате грязный, он сам включился, очистил, далее. Начал крутить его по кругу. Так называемая рециркуляция. Очистил, выключился. Несмотря на множество опций, решающих сложные задачи, этот бризер прост в эксплуатации. Например, вот так легко производится замена фильтров. Фильтр самой грубой механической очистки, который можно... который можно помахать, который можно помыть под струей воды. Также очень просто меняются фильтры более тонкой очистки. Как видите, в борьбе с пылью конструкторская мысль продвинулась далеко. Однако не стоит забывать, что чистый и здоровый воздух в нашем доме не только дело техники. Без старых добрых тряпки, швабры и проветривания нам по-прежнему не обойтись. Вишенка на торте. Вуаля! Девчонки, вы в ночной клуб собрались? На дискотеку? Нет, между прочим, в таких платках ходят в театр. Или, например, там, картину-галерею. Так, ну в театр-то я навряд ли пойду, конечно. И вообще носить платок – это целое искусство. Ну, ладно, сдаюсь, хорошо, красиво и все у вас получится. Вы шаль при случае сможете так же красиво завязать? Ну, а шаль так красиво завязать не получится, потому что она более плотная. Но об этом далее в нашем следующем сюжете. Самый экономичный способ обновить свой наряд – это купить модный и яркий платок или палантин. Они одновременно освежат наряд и послужат новым аксессуаром. И тут самое главное – как говорится, чтобы костюмчик сидел, в нашем случае платочек, и был к месту. Женский платок всегда был и остается популярным аксессуаром. Чтобы его выбрать и остаться довольной покупкой, необходимо разобраться – когда, куда и с чем собираемся его носить. А учитывая, что мы живем в Сибири и зима совсем близко, будем выбирать между теплыми, шерстяными и пуховыми. Начнем с самых теплых – пуховых. Сначала я вам показываю платок. Видите, у него ажурная, только кайма идет, а середина связана плотно. Это для тепла. Платок для тепла, для зимы, для холодной осени, чтобы не продувало. Шаль, она более объемная, более толстая. Основа у нее, нитка на основе хлопок. Вот такая вот шаль. Шаль всегда серая? Нет, не всегда. Я вот только серую видела у бабушки у своей. Бывает с кистями шали. Шали бывают разные. Вот лично для меня при выборе платков, шали или вообще любой одежды, главное, чтобы она не кололась. Вот я всегда вот так определяю, будет мне комфортно или нет. Если шея не колется, вот это достаточно мягко. Пуховые платки могут колоться. Связано это с тем, что в пухе козы содержатся жесткие волоски – ость. Именно она и покалывает. В процессе подготовки к вязанию пух чешут и тем самым стараются убрать остевой волос. Но полностью это сделать не удается. Тем не менее, при постоянной носке вязаное изделие распушится, а жесткие волоски выпадут, что автоматически придаст мягкость платку. Вот, допустим, такие ажурные красивые платки. Они больше используются для украшения. Их можно красиво повязать. Они отличаются по размеру, по узору паутиночки. Самыми ажурными и красивыми паутинками считаются оренбургские платки. Они связаны из самого тонкого в мире пуха оренбургской козы. Впрочем, из этого сырья вяжутся не только паутинки, но и платки, и палантины, и шали. Используем заколочку вот такую. О, вот так вот. Вот это мой, наверное, вариант. Да, так здорово. Еще один плюс пухового платка – он долго не нуждается в чистке и стирке. Пух обладает свойствами, отталкивающими грязь. Но изделия из этого материала требуют специального ухода. Можно и сухую чистку, и стирку. Там определенные условия соблюдаются. Мягкие моющие средства полощите с уксусом и сушите в расправленном виде. Специального ухода требует и другой вид платков – шерстяные. Бережная стирка и сушка на горизонтальной поверхности поможет сохранить первозданную нежность изделия на долгие годы. У меня в руках два платка. Один – Павлово-Посадский, другой – Московский. Их часто путают. Сейчас я вам расскажу, чем они друг от друга отличаются. Павлово-Посадский платок сделан из натуральной шерсти. Сто процентная шерсть. Оригинальный рисунок, автор которого указан на этикетке. Бахрома сделана из натурального шелка. А также у платка Павлова-Посадского приглушенный, более натуральный цвет. Московский платок тоже очень красивый. У него более яркий цвет. Но рисунок не имеет авторства. А кисточки сделаны из искусственного шелка. Он не колется. И сделан он не из стопроцентной шерсти, а с добавлением другого материала. Например, вот этот с добавлением вискозы. Такой цветной аксессуар добавит красок в серые будни и выделит из толпы любую модницу. Тут основное правило – не переборщить. И активный рисунок на платке уравновесить нейтральными тонами в одежде. Павлово-Посадские платки чисто шерстяные. Они более теплые. Их можно носить зимой. Носят как украшение. Поверх шубы. Можно вниз одевать для тепла. Некоторые под шляпки одевают. Это уже у кого как сработает фантазия. Павлово-Посадские платки украшают мехом. Из них шьют шапки, тоже отделанные мехом. Московские платки более тонкие. Поскольку они состоят из шерсти и с добавлением вискозы, носят только весной и осенью. Из недостатков. Все эти платки и пуховые, и шерстяные сделаны из натурального материала. А значит, людям склонным к аллергии на шерсти пух. Лучше от них отказаться. Пожалуй, это основной и единственный минус. А варианты расцветок и фасона на прилавках позволяют подобрать платок для любого образа и времени года. Василин, а правда, что оренбургский платок можно продеть через кольцо? Через обручальное кольцо запросто, потому что платочек он такой тоненький и легко пройдет. Ну, если особенно кольцо с моего пальца, то и штора пройдет. Вообще, когда мимо идет девушка, и на плечи у нее наброшен красивый расцветной платок, ну, это всегда эффектно. А еще больше интересных фактов и новостей с потребительского рынка вы увидите в наших следующих сюжетах. Смотрите нас каждый четверг после вечернего выпуска новостей по выходным в утренние часы и на нашем сайте www.ensk49.ru С вами были Василина Катаева, Елена Аксенова и Станислав Чибриков. Вы смотрели программу ПРО. Пока-пока! Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»